Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом. Это куриная бастурма, которую мы будем делать из вот таких вот филешек. И для этого нам нужно сначала подготовить ее. Каким образом это делается? То есть обрезаются лишние всякие висячие кусочки мяса, пленочки, жирочки и так далее. Естественно, моется. Далее мы берем посуду и насыпаем туда обычную нашу соль каменную, без каких-либо премудростей. То есть нам нужно хорошо обвалять наши кусочки, хорошенечко так прям засыпать им, так сказала даже. Так, один кусочек. И у меня тут еще есть второй кусочек. Таким вот образом у нас будет засаливаться наше мяско. Оно будет солиться сутки в холодильнике. Сольки мы не жалеем и хорошенечко засыпаем. Все. Накрываем крышкой и убираем на сутки в холодильник. Итак, вот что с нашей бастурмой. Заготовочка наше соленое мяско. Сейчас мы, как видите, она пустила сок. Она так немножко подгрубела. Вот такое вот оно. Мы его достаем. И нам его необходимо вымочить в воде, чтобы верхний слой был не такой соленый. Как мы это делаем? Мы каждые полчаса меняем водичку. То есть мы наливаем, отстаиваем. Сейчас мы его промоем. Потом мы нальем туда воды холодненькой. Каждые полчаса, можно даже чаще, необходимо менять воду. Вот. Или же есть такой вариант, как пустить проточную воду. То есть пустить небольшую стройку, чтобы постоянно циркулировала водичка. То есть если вы хотите слишком соленое, достаточно соленое, чтобы это была бастурма к пиву, допустим, вы можете вымачивать, ну там, 2 часа, допустим. Если вы хотите достаточно постную такую, то, соответственно, нужно вымачивать, допустим, 4 часа. Вот. Если вы среднеумеренное, ну это где-то 3 часа. Вот. И опять-таки это все зависит от самого кусочка, ну вот, мяска, насколько оно толстое, большое, скажем так. Ну все, теперь я отправляю мыть, мыть его, отправляюсь его мыть и буду замачивать водой. И вот я уже помыла наши филешки и залила водой. Засекаю время, желательно таймером, чтобы точно не забыть и вовремя менять воду. То есть можете каждые 20 минут даже менять. Чем чаще вы будете менять, тем, в принципе, быстрее и качественнее у вас, значит, все это будет. Итак, у меня прошло 3 часа, а у вас это было всего лишь одно мгновение. Далее, что мы будем делать с нашим мясом? Точнее, что я с ним уже сделала? 3 часа оно вымочилось, я слила воду и завернула в полотенце немножечко, чтобы вот убрать лишнюю влагу. Теперь нам необходимо обвалять в специях. В принципе, можно вот так вот делать, насыпать такую подложку из приправ. И хорошенечко вот так обваливать. Далее, как вы видите, у меня есть приготовленные... Забыла, как они называются. Не бинта. О, марля. Специи любые, на ваш вкус, какие вам нравятся. И опять-таки, нравится вам больше специй или меньше специй, вот на ваш вкус. Здесь у меня есть и чесночок, и травы разные, и перчики. Так, и мы берем нашу марлю и начинаем пеленать. Формируем такую вот колбаску. Надеюсь, вам видно. Ой, наверное, вам не видно совсем. Я где-то делаю мимо кадра. Ну, положила я кусочек, завернула с одной стороны, завернула с другой стороны и пошла мотать. В принципе, слишком большой даже кусок марли я тут отрезала. Можно было и меньше. Даже или... Или, или... Может, тут даже поместится у меня сразу два кусочка. Так, так, давайте обваляем этот. Добавим специй. В принципе, наверное, слишком много я воды уже полотенцем убрала. Многовато. Плохо прилипают специи. Ну, в принципе, достаточно. Вот. Так. Так, смотрим, попадаю ли я в кадр. Что-то не очень-то удобно так. Двумя сразу. Я просто думаю, хватит мне этой марли сразу на два кусочка. Да, пойдет. Этого будет достаточно. Все, прекрасно. Мы справились со своей задачей. Замотать. Теперь нам нужно обвязать. Для этого мы берем любую тесьму, нитку. Все, что угодно. Как вам будет удобно. Так. И завязываем сначала. Узелок. Дальше мы вот таким вот способом завязываем. То есть мы держим вот так вот, как бы петельку небольшую, формируем. Обвязываем вокруг и засовываем в эту петельку. Протаскиваем оставшуюся нитку. То есть вот таким вот образом она у нас будет висеть. Хорошо проветриваем в месте. Надо было сразу разрезать нитку напополам. Опять-таки. Отрезаю. Можно здесь еще раз завязать даже узелочек. Все. А куколка готова. Переходим ко второй. И таким же способом мы завязываем сначала здесь узелок. И делаем такие вот петелечки. так. И тоже делаем здесь узелочек. Вот такие вот у нас. у нас две колбаски получились. Отправляем сохнуть. И вот наступило время. Мы будем распечатывать, распаковывать нашу бастурму. она очень вкусно пахнет за счет приправочек. Она очень вкусно пахнет за счет приправочек. в объемах. В объемах она уменьшилась где-то в два раза. Вот такая вот красота получилась. И так будем нарезать. посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Достаточно такая уже твердая. И так. И так. Хотела вам показать на солнышко. Но солнце у нас сегодня не светит. Пасмурная погода. Поэтому пытаюсь показать вам, какая она прозрачная и красивая на свет. Но почему-то камера плохо воспринимает свет. Вот такая вот красота собственно. То есть она такая прям прозрачная вся. Но это очень вкусно. Конечно же нужно обязательно снять пробу. Это очень вкусно. Рекомендую. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И пишите нам в комментариях свои любимые рецепты. Или что у вас получилось. Всем пока-пока. Это очень вкусно. Это реально очень вкусно. Как вам так показать его прозрачность. С учетом того, что я порезала достаточно не мелкими, не тонкими кусочками. Он реально прозрачный на свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»